Итак, соревнования начались. Состав нашей команды. Воробьёв, Шанин, Ермизин, Жданов и Артём Мишин, приболевший, но взявший на себя обязанности информационного сопровождения. Ну вот мы едем по извилистой горной дороге к месту старта. У меня попала зона Б. Не скажу, что это плохо, потому что, в принципе, было, по большому счету, все равно, в какой зоне выступать. Все примерно равнозначные. Но у меня очень хороший старт. Я выхожу в первом по туре вторым и сумею занять один из аквариумных секторов. Постараюсь там выловить как можно больше рыбы, чтобы другим не досталось на следующие старты. Ну а там дальше начнется уже настоящая беготня. То, что я называю рыболовным спортом, когда спортсмен перемещается по зоне, мне это больше всего нравится. Ну, посмотрите. Я надеюсь на хороший результат. И я готов. Для тех, кто не знаком с правилами. В команде четыре играющих спортсмена, поэтому река делится на четыре зоны. Жребий решает, кто из четырех игроков каждой команды в какую из зон попадет. Зона, в свою очередь, делится на секторы. Их в два раза больше, чем число команд. Участники выходят в зону по очереди, который тоже определяет жребий. У кого первые стартовые номера, тот имеет больше шансов выбрать хороший с его точки зрения сектор. Далее спортсмен может переходить в любой свободный сектор. Поэтому следить нужно не только за рыбой, но и за обстановкой вдоль своей зоны. Соревнования длятся два дня. Каждый день четыре старта по 45 минут. По итогу каждого дня подводится результат для каждого спортсмена. Финальное место каждого спортсмена определяется по сумме его мест за два дня. Сумма мест всех четырех участников одной команды дает финальный командный результат. Знатоки наверняка заметили, что это новая система подсчета. Раньше финальный результат считали иначе, складывая не два дневных результата, а баллы всех восьми туров за два дня. Изменило ли это расклад? В определенной мере, да. Итак, первый тур первого дня. Алексей Шанин в своей зоне Б ловит вместе с уже ставшим знаменитым Тодором Костадиновым, дважды победителем Траут Юнион Кап. Вот он, Тодор, в кепке с надписью «Италия». Не удивляйтесь. Тут же итальянец Андреа Ферро. Очень хорошо известный спортсмен итальянской сборной и опасный соперник. А это Марио Матьяшич, очень сильный хорватский форелист и активный организатор Траут Юнион Кап. Результаты по турам первого дня были интернациональны в полном смысле слова. Свои зоны от старта к старту брали, то есть занимали лидирующие позиции, представители Боснии и Герцеговины, болгары, хорваты, румыны, латыши, словаки, итальянцы, наши и новички ирландцы. Восемь команд. Их же представители занимали по течению стартов еще и вторые и третьи места в своих зонах. Пожалуй, удивительным стало то, что чехи сумели в первый день получить второе место в одном из стартов. И только. При том, что они считаются успешными форелистами, согласитесь, результат неожиданный. В кулуарах говорили, что в чешской команде два дебютанта. И это сказалось на общем результате. Чаще всего в списках лидеров по стартам оказывали Словакия. И тут вспоминается комментарий руководителя болгарского клуба «Старые выдры», организатора «Траут Юнион Кап» Теодора Христова. Он напомнил, как Форбак, звезда словацкой команды, крикнул, увидев чаю месяц назад. «Это моя река». Подобных рек в Словакии хватает. Слаженный опыт у этой команды имелся колоссальный. А на чемпионат они приехали, как уже было отмечено, с многочисленными помощниками. Правда, говорят, помощники не только помогали своим, но и нервировали игроков других команд с пристрастием, выискивая нарушения. В общем, работали напряженно. Итальянцы играли свою игру. Они, по общему мнению, классно ловят сравнительно крупными приманками. Вертушками и силиконовыми червями, собирая активную рыбу. Может, кто-то скажет, что это однообразно, но на самом деле наблюдать за итальянской ловлей интересно. Уровень техники очень высок. Ловля из-под своего, из дальнего берега, точные забросы, аккуратная проводка, а слаженная игра на команду каждого из игроков, и это тоже отмечают все, явно результат многих учебно-тренировочных сборов. При этом диспетчеры четко держат в поле зрения соперников, которых, и это тоже заметно, итальянцы хорошо изучили. В общем, итальянская команда демонстрирует холодный профессиональный подход. Хотя и волнение им не чуждо. Можно вспомнить прошлогодний чемпионат, где Арно схлопотал предупреждение, выскочив на нервах в зону соревнований, будучи запасным, что строжайше запрещено. Тут, на чае, Арно был собран и в первый день в своей зоне стал третьим. Он ловил в одной зоне со словаком форбоком, и внимательные наблюдатели отметили существенную разницу в их ловле. Форбок, в отличие от Арно, ловил мелкими приманками. Тут он большой специалист. При этом, получив в одном из стартов далеко не первый номер, шел за итальянцем. Арно ловил более активную форель. Форбок там же собирал более осторожную. И в результате старта занял первое место. Каждый на реку смотрит своими глазами, но то, что я увидел, все-таки больше здесь работает темповая ловля, частое перемещение, замена приманок. Там, где нужно уговаривать резиной, нужно уговаривать резиной. Там, где воблером, воблером. Ну и очень много вертушечных мест. Я бы, пожалуй, поставил по результативности вертушку все-таки на первое место, потому что то, что я сам видел своими глазами, как работали другие спортсмены, и из других зон информация пришла о том, что все-таки вертушкой ловят рыбы гораздо больше. Итак, вывод по первому дню заключался в том, что на чае ловить можно было на все виды приманок, если не суетиться, сопрягать условия своего сектора с типом приманки и делать упор на те, которыми умеешь ловить лучше всего. Я, в принципе, старался придерживаться намеченного плана, а план у меня был как бы такой, то есть ловить, начиная с вертушек, ну, стандартная схема, добивать рыбу силиконовыми приманками. Тему воблеров я держал как бы так на всякий случай, ну, чувствуя свою не очень хорошую готовность. Первый старт удалось занять хороший сектор, почувствовать рыбу, хорошо поймал, вот, в основном работали вертушки, силикон еще не начинал, так, чуть-чуть, вот, а второй старт был хуже, стартовый номер, пришлось бегать по речке, собирать рыбу, вот, и вот тут у меня начались проблемы, аналогичные чемпионату мира в Чехии, вот, я точно так же после удачной ловли в аквариуме не смог приспособиться к такой беговой темповой ловле, вот, поймал всего две штуки и, в общем-то, ну, думаю, что похоронил все свои шансы на удачное выступление, вот, ну, однако на третий тур то ли расслабился уже, то ли перестроился, вот, опять удалось встать в аквариум, вот, и там, как ни странно, заколевала рыба, вот, выступил хорошо, вот, и четвертый старт, это, видимо, уже, как бы, в продолжение, ловил ровно так же, как и во втором старте, но поймал уже четыре рыбины, а этот для четвертого старта уже был очень хороший результат, и по итогам мне удалось оказаться на первом месте среди всех, вот, хоть и не очень хорошая сумма была, но результаты в нашей группе были очень плотные, вот, и вот сумма мест 24 с половиной балла, у меня итоговое первое место. Ну, я, конечно, доволен, то есть половина дела сделана, буду ждать с завтрашнего дня, как бы, пытаться исправить свои какие-то ошибки, ну, которые еще вот не полностью осознанные, мы же. Алексей ловил вертушками и воблерами, вполне успешно, но в четвертом старте уступил соперникам, хотя знатоки в курсе, что последний старт дня отличается тем, что каждая рыба буквально на вес золота, уловы по 2-4 рыбы норма, результаты в притирку. Вот одной форели, пожалуй, Алексею и не хватило, он стал пятым в общем зачете, но все знают, что у Алексея есть важное качество, он не любит расклеиваться. Ну, так уж получилось, что фортуна была не на моей стороне, у меня было очень много сходов, и в итоге в четвертом старте я завел в подсак всего лишь 2 рыбы, хотя шансов на поимку гораздо большего количества было более чем достаточно. Наша сборная, претендент на призовое место, завтрашний день все покажет, костями ляжем, но родину не сдадим. И он лег, вернее, сделал результат, который сложно повторить. Второй день Алексей по жеребию ловил в зоне А, в компании с Тодором Костадиновым уже второй день подряд, а еще Джакомо Муином, Италия, и Кристианом Резея, Румыния. Все трое, как мы помним, были на пьедестале Траут-Юнион-Кап за месяц до чемпионата именно на этой реке. Алексей тогда не участвовал, выполняя функции помощника руководителя нашей делегации, Андрея Чернова. И как это часто бывает, взгляд со стороны оказался не менее полезен, чем личное участие. Тактика моя была практически та же самая, что и вчера. Единственное, что я делал все спокойнее, хладнокровнее, увереннее, и буквально как бульдозер на пролом сделал результат, на который рассчитывал изначально. Ловил я воблерами в первую очередь. Это Ангерс Репаблик Александра 50 миллиметров длиной в тонущем исполнении. Это Риоки 45-50 от Дуо и Тота. Вот эти приманки принесли мне основной результат. Ну и помимо этого в первых стартах, да и в последнем, кстати, я всю рыбу поймал на вертушку, как ни странно, в четвертом подторе. Все пять форелей я поймал именно на вращающейся блесну. Работали вот именно вращалки и вращалки специально адаптированные для ловли в условиях сильного течения, слабого течения. То есть я подбирал под каждое конкретное место ту приманку, которая необходима. Это уже можно сказать легендарная форелевая серия Трейд от Пантун 21 оснащенная разными типами сердечников. Либо латунный, либо свинцовый, либо вольфрамовый. У этих материалов разная плотность. Удельный вес и соответственно они существенно влияют на гидродинамические характеристики блесны. Чем сильнее течение, тем более тяжелый требуется сердечник, стабилизирующий работу блесны именно на такой струе. Ну и конечно же соответственно она срабатывает наилучшим образом именно в таких условиях. Поэтому своим выступлением я доволен. По сегодняшнему дню вчера чуть-чуть не хватило. Но это спорт. Никуда не денешься. Впереди еще много стартов. В этом сезоне это и Кубок России и Траут Юнион Кап. Поэтому я буду стараться. Обязательно своих болельщиков не подведу. Забегая вперед, скажем, что Алексей в общем зачете занял пятое место. А если бы вчера в четвертом старте удалось поймать не две, а четыре форели, был бы чемпионом. Но, как мы видим, он совершенно не унывает. Тем более, что повторить результат его второго дня четыре с половиной балла будет очень сложно. И, видимо, продержится такой рекорд довольно долго. Потому что общий уровень спортсменов заметно возрос и лидировать на протяжении нескольких стартов все сложнее. Соперники всегда рядом. Во второй день зоны в разных стартах брали и белорусы. В частности, хорошо знакомые болельщикам Николай Колдычевский и Евгений Канарский. И молдавские спортсмены показывали успешные результаты. Здорово во второй день выступили украинские форелисты. Денис Пателицкий стал первым в зоне Д. А команда заняла первое командное место по итогам дня. Сами украинцы говорили, что радужная форель для них привычный объект ловли. И искренне радовались, что нашли свою игру на чае. В зоне Б лидером второго дня стал Андрея Ферро, Италия. А в зоне С словак Петер Хорнак. Он ловил в компании с нашим Александром Воробьевым. В целом по ловле опять не было никаких фишек либо изюминок. Может быть они и были, но я для себя не нашел какой-то темы одной, которая ловила. Приходилось ловить и вертушками, и резиной, и даже воблерами. Вот. И был момент, когда практически все спортсмены начинали ловить вертушками, кто-то резиной немножко. Но потом те, кто пытался ловить на воблеры, резко ловля приносила результат. У меня сначала хорошо сработала Александра скажем, на практически уже выбитом секторе. Любое удобное место, где могла стоять рыба, приносила поклевку, ну, заканчивающуюся сходом, либо поимкой. Вот. А в последнем, в четвертом старте, я большинство рыбы поймал на Тота Суспендер 42-й. Вот. Очень удачно из-под противоположного берега. Вот. Там как раз было на расстоянии заброса, можно было и подать. Вот. А место было такое, что вертушки там достаточно быстро тонули, резина тоже быстро погружалась, и проводки нормально не было. А вот именно Тота Суспендер как бы хорошо себя показал. Вот. Ну, в принципе, это был и единственный воблер, на который у меня достаточно сносно клевало на Траут Юнион Кап. Понятно было, что ловля будет в том числе ловли и на воблеры. Я придерживался как бы уже отработанного варианта с удилищем и выбрал для себя спиннинг Унитру длиной 7 футов с тестом до 7 грамм. Вот. На мой взгляд, как бы, это такой универсальный спиннинг и позволяет ловить и задать правильную игру воблеру на активном твичинге. И в то же время как бы можно и ловить и на резину, скажем так. Может быть, не так хорошо, как на стиле, но на приемлемом уровне. спиннинг, в принципе, меня не подвел, то есть у меня особых проблем со спиннингом не было, а вот большое количество сходов я скорее связываю с подачей приманки, ну, с подачей приманки либо с самой конструкцией. Надо, наверное, искать проблему где-то здесь. Вот. Ну, сейчас вот еще результатов выступления не знаю, личных, да, сборная вроде бы как на четвертом месте, ну, как бы получилось, как получилось, хотели лучше, вот. А в личном, я думаю, тоже буду, скорее всего, за границей призеров, вот. Ну, как смогли, так и выступили. Но мы-то личный результат Александра уже знаем. У него бронза. И это продолжение серии его медалей. Три года подряд на пьедестале в личном зачете два золота и одна бронза. Такого еще не было. Так что зря он так скромничает. И все-таки результата двух наших спортсменов до командной медали не хватило. Сборная России на четвертом месте. Итоговый результат сборной четвертое место считаю неудовлетворительным, поэтому просто обязаны были попадать в призы, но, к сожалению, не получилось. Видимо, это как бы отражает реальный уровень наш на мировой арене. Конкретно по нашей зоне, зоне С и работе с Сашкой. Старались, в принципе, где-то чуть-чуть не повезло, где-то, может быть, чуть-чуть не доработали. В третьем старте не удавалось рыбу брать из-под дальнего берега. Это как бы была основная тема. Поэтому подслетели на четвертое место, но могли и, в принципе, обязаны были где-то играть второе-третье. Чуть-чуть вот. Ну, реально, чуть-чуть совсем не хватило. То есть, конечно, достать Словаков было практически нереально, потому что Хорнак выступил эталонно. И именно с эталоном я и хочу сравнить работу нашей сборной и работу сборной Словакии. Ну, конкретно, что я увидел по своей зоне. У Словаков работает один диспетчер, который работает со спортсменом. Он ему помогает, координирует, подсказывает. В зоне находятся еще два или три человека с рациями. То есть, идет постоянный контроль информации за зоной. Где, куда, когда. То есть, тотальная координация по зоне. Ну, у нас такого нет, мы об этом даже и не можем мечтать. Я просто не могу банально бегать из зоны туда-сюда, что я делаю, но я не могу контролировать постоянно всю зону. Просто нереально одному человеку. Ну и плюс техника ловли у Словака она безупречна. Он не делает ни одного лишнего заброса, ни одного неправильного заброса. Вот сейчас он зону выиграл двумя типами приманок. Если он попадает в аквариумы в более медленный сектор, он ловит на резину. Если он попадает в какой-то быстрый сектор и перемещается, он ловит на вертушку. Все. Тем не менее, если посмотреть на первую десятку финального личного зачета чемпионата мира 2014 года, то там три итальянца, три словака, двое наших, один украинский и один польский спортсмен. То есть, в принципе, можно биться, даже если у соперника мощная и многочисленная поддержка из помощников и есть средства все это оплачивать. Заметим, что поиском средств на поездку у нас занимаются сами спортсмены. Там, где другие выигрывают в том числе натренированные загодя командой и организации, наши берут исключительно личным героизмом. И это касается всего. От подготовки в течение сезона до непосредственного участия в чемпионатах. Вопрос, будут ли сделаны выводы, уже стал риторическим, потому что возникает из года в год. Но не будем терять надежду. А теперь снова к чемпионату на чае. Конечно, внимание было приковано к новичкам, командам из Ирландии и Монголии. Надо отметить, что ни те, ни другие не тушевались. Конечно, сказалось, что они пока не имеют опыта в подобных соревнованиях. Но атмосфера на форельных чемпионатах мира отличается дружелюбием. Монгольских коллег тут же познакомили с ощущениями медалистов, так сказать, с прицелами на будущее. Члены монгольской сборной отнюдь не начинающие рыболовы. Они имеют опыт ловли и, как удалось выяснить, у себя на родине они рыболовные гиды. Реки в Монголии разнообразны и полны невероятно красивой рыбы. Рыболовные путешествия туда становятся все более популярными. Есть что обсудить. И старожилы с удовольствием приняли новичков в свой круг. Ну, а у ирландцев, видимо, выпытывали тоже вполне подружески секреты их рек. Ведь следующий чемпионат мира пройдет именно в Ирландии. А пока поздравляем призеров и победителей 12-го чемпионата мира по ловле на искусственные приманки с берега. Первое место у команды Словакии. Серебро у итальянцев. Третье команда Хорватии, которые все любят за веселый нрав и заводной характер. В личном зачете золотая медаль у Мартина Форбака. То есть у него золотой дубль личное и командное золото. Второе место у Андрея Ферро и снова дубль командное и личное серебро. Третий наш Александр Воробьев. Поздравляем и не только тех, кто на пьедестале. Чемпионат действительно продемонстрировал насколько плотнее стали результаты многих спортсменов и это обостряет игру. А острая игра это всегда интерес для зрителей и прогресс для участников. Ждем новых стартов. Редактор субтитров Корректор А.